Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. И мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковеев. Сегодня пятая глава. Пересказывать то, что было в предыдущих главах, это практически пересказывать каждое событие. Но давайте одним предложением охарактеризуем, что происходит в Иудее в это время. Отвратительные времена. Вместо благочестивого первосвященника на трон первосвященства восходит человек, который и не благочестив, и не может быть первосвященником. Он устраивает безобразие, он устраивает гонения на истинных верующих. Все, что его интересует, это власть и деньги. Читаем пятую главу, читаем отрывками, и я буду давать комментарии. Около этого времени Антиох предпринял другой поход в Египет. Случилось, что над всем городом почти в продолжении сорока дней являлись в воздухе носившиеся всадники, золотых одеждах и наподобие воинов, вооруженные копьями, истроенные отряды конницы и нападения, отступления с обеих сторон, обращение щитов, множество копьев, взмахи мечей, бросание стрел и близголотых доспехов, всякого рода вооружения. Посему все молили, чтобы это явление было к облагу. Значит, Антиох IV Епифан, пока он еще не гонитель истинной веры, он станет таким, он устраивает поход в Египет. Было несколько походов, воевал Антиох с египтянами, ничего хорошего из этого не вышло, и как раз по результатам этих походов как раз и начались гонения. Что в это время происходит в Иерусалиме? Город – это Иерусалим, потому что, естественно, у евреев были другие города, но они имели свое название. Но главный город, центр, центр веры – это, конечно, Иерусалим. И они видят над этим городом, над Иерусалимом, каких-то всадников, которые между собой воюют, можно понять из рассказа. И вот жители Иерусалима, видя это видение, они понимают, что что-то будет, что пока еще неизвестно, но что-то будет. И вот они молятся, чтобы все было хорошо. Подобные видения, ну, упоминаются в Священном Писании, когда являлись ангелы, и люди этих ангелов видели. Ну, что-то похожее. Итак, с пятого стиха. «Когда потом разнесся ложный слух, будто Антиох умер, Иосон, собрав мини тысячи мужей, сделал внезапное нападение на город. Когда они взошли на стену, и конец город был взят, Мнилай убежал в крепость». Значит, что за история? Кто такой Иосон, кто такой Мнилай? Ну, здесь нужно обращаться к предыдущим главам, кратко перескажу. Был первосвященник, которого звали Ония Третий. Он был богочестивый. Из-за интриг ему пришлось отправиться к царю. В то время, когда он там был у царя, вот этот Иосон, это его Иосон, его брат, приходит тоже к царю, предлагает огромные деньги, там количество серебра, просто зашкаливающие, нескольких центров, и он приходит и предлагает ему, царю, деньги, чтобы он сделал его первосвященником. Иосон становится первосвященником. Через некоторое время человек, который не имеет никакого отношения к роду не то, что первосвященников, а даже священников, по имени Менелай дает еще больше денег царю, и царь его делает первосвященником. В это время появляется слух, что Антиох умер. За Менелаем как бы царская власть. Иосон хоть и был первосвященником, но он это первосвященство потерял. Он решает вернуть его. Ну, хоть какие-то, но права у него есть. Тем более он не убит. Ну, какие-то права есть. И вот он решает вернуть. Для этого он собирает войско и отправляется на штурм Иерусалима. И Иерусалим, Иерусалим они захватывают. Менелай бежит в крепость, потому что в Иерусалиме есть такая цитадель, где находился отряд язычников, греков, там даже точнее киприян, которые, ну, занимались тем, что следили за порядком в городе и собирали налоги, чтобы отправить в Антиохию, в царскую, к царю. Иосон нещадно производил корпоралитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех пройден инопленников, есть величайшее несчастье, и воображая получить трофеи, как бы над врагами, а не одноплеменными. Значит, Иосон вместо того, чтобы войти в город, показать, какой он добрый правитель, что он вернул власть, он прощает, вместо этого он устраивает резню, захватывая имущество тех людей, которых он убивает. Впрочем, он не достиг начальства, а концом его злоумышления было то, что он с позором, как библигец, опять ушел в страну Амманицкую. Концом его злобной жизни было то, что обвиненный пред Аретой, владителем Равийского, он бежал из города в город, всеми преследуемыми и ненавидимыми, как отступник от законов, и презираемый, как брак Отечества и сограждан, был изгнан в Египет. Вот имя Арета, это имя, которое встречается в небиблейских источниках, можем предположить, какое это Арета. вот, и этот Арета начинает преследовать Иосона, который является врагом и евреев, и врагом сирийцев. И вот он бежит, 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 пока не оказывается в Египте. Там изгнан в Египет, значит, там слово стоит такое, как бы выброшен в Египет. То есть не просто там он убежал или его отправили в Египет. А вы знаете, как бы вот, как кораблекрушение случилось, человек упал в воду, его волна выбросила на берег. Вот здесь он тоже так выброшен в Египет. Ну и тот, который столько многих и знал из Отечества, сам погиб на чужой стороне, придя к Лакеда Маньянам и, надеясь к посродству происхождения, найти у них прибежье, оставшее многих без погребения, он сам остался неоплаканным и достойный погребения Отечественного гроба. Значит, давайте здесь разберемся, кто такие Лакеда Маньяни и почему они по сродству происхождения. Эти люди не имеют никакого отношения к Македонянам. Этим словом здесь называются спартанцы. Если вы забыли, где находится Спарта и кто такие спартанцы, давайте вспомним. Хотя, конечно, после фильма фильмов 300 спартанцев и 300, так он называется в подлиннике, конечно, все более-менее слышали, кто такие спартанцы. Но давайте вспоминать. Значит, если посмотрим на карту Греции, есть основная Греция и через Каринский перешей переходит в Пелопонез. Такой достаточно большой полуостров. И вот на этом Пелопонезе есть город Спарта. Он сейчас есть, но тогда Спарта отличалась от всех остальных городов некоторыми особенностями устройствовать правление. Ну и они отличались несколько языком, хотя они тоже считались греками. откуда взялись спартанцы, прочим, и все остальные греки. Значит, история там такая. Сначала было одно греческое население, затем это греческое население было захвачено другими греками. Ахейцы и Дорийцы. Они были захвачены, поселились, и вот коренное население оно было превращено в рабов или таких зависимых людей, которые назывались сироты. А завоеватели стали такой элитой общества, как раз они и спартанцы. Кто они? Греки. Наука считает, что они такие же греки, как греки, которые жили в Атике или в других местах. И даже македонцы это тоже были греки, но более такие северные, более варварские. Ну, ладно. Вот, однако, однако, есть, вернее, не то, что есть, существовало, существовало представление о том, что на самом деле спартанцы, они не греки, а они являются выходцами с востока. И вот появилась такая легенда, что они не просто выходцы с востока, а они каким-то образом связаны с иудеями, с евреями, и, соответственно, являются их родственниками. И в первой книге Маковеев об этом говорится. И поэтому Иосон, он общается со спартанцами, и как бы вот эта идея, что они родственники, она упоминается, но это ничего ему не помогло, он умирает без погребения, и вот это снова обыгрывается. Сначала обыгрывается то, что Иосон многих и знал, сам был и знан, он не давал возможности людям быть похороненным, сам был не похоронен, где-то могилы у него нет. Хорошо. Идемте дальше. Это история с Иосоном, но ведь история с Иерусалимом продолжается. Когда все происшедшее дошло до слуха царя, он подумал, что идеи отлагаются от него, надеясь поднялся из Египта, рассверепел в душе, взял город вооруженную рукою. Он приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется, и умиршлять, кто станет скрываться в дома. Так совершилось избиение юных и старых, умиршление мужей, жены, детей, заклания дев и младенцев. В продолжении трех дней погибло 80 тысяч, 40 тысяч попало от руки убийц, и не меньше убитых было продано. Значит, вот эти вот перипетии, вот эта война, гражданская война, и антиох Епифан думает, что все это кончится тем, что иудеи восстанут, выйдут, отсоединяться от его государства, и здесь не размышляются, куда они денутся. Скорее всего, либо они будут свободными, либо они присоединятся опять к Египту, и вот царь, у которого война с Египтом, возвращается из Египта, на самом деле там это возвращение было вызвано тем, что он там проиграл, и он захватывает Иерусалим, устраивает резню, в течение трех дней погибает 40 тысяч человек, и 40 тысяч продано. Читаем дальше, 15 стих, но не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти святейший всех на всей земле храм, имея проводником именила этого предателя законов отечества, скверными руками принимал священные сосуды, иные вещи, пожертвованные от других царей, на возвеличение славы и честь святого места. Восхищая нечетственным руками, раздавал в храм, могли входить только иудеи. Закон разрешал язычникам приближаться к храму и, ну скажем так, входить на территорию храмовой горы до определенного места. Вот то место, где стояли люди, не священники, он был разделен на несколько частей. Значит, ближе всего к тому месту, где находились священники, находился двор мужчин. На самом деле, это не отдельный двор, двор замкнутый, а скорее такая площадка. За ними, то есть ближе к входу, был двор женщин, иудеек. Вот, то есть входу. И совсем возле входа находился двор язычников. То есть язычники могли войти в этот двор, ну и как бы через голову, через спины видеть, что там происходило дальше. Здесь им разрешалось. Была такая небольшая оградка, и была надпись, что если кто перейдет дальше, тот будет убит, будет казнен. Эта надпись сделана как бы язычниками. За двором мужчин находился двор священников, куда могли войти только священники. Там находились священники левиты. Еще дальше находилось уже не двор, а помещение, в которое могли входить только священники. Это место называлось святилище или святое. А за ним, за святым, находилось место, которое называлось святое святых, куда мог входить первый священник только один раз в год. Во времена, которые здесь описаны в этой книге, в этом помещении ничего не находилось. Там должен был стоять ковчег Завета, но ковчег Завета исчез, и сейчас была пустая комната, скорее всего, там находились кое-какие вещи, но ковчега не было. И вот Менелай берет Антиоха и ведет его в храм. Он проводит его по всем дворам и вводит в святое место. Скорее всего, во святое святых он не вел его, но во святое вел. И язычник касается тех сосудов, тех предметов, которые имели право касаться не то что иудеи, а только священники. При этом в этот храм, храм Иерусалимский, жертвовали цари, языческие цари, вещи, чтобы в храме приносились молитвы и жертвы за этих языческих царей. И так делали персы, например. Но после того, как они отдали, они уже в храм не входили. 17 стих. «И превознесся Антиоха в своих мыслях, не разумея, что Господь на краткое время прогнился с греки, обитавши в городе. Почему и остался без презрения это место?» Какие грехи, мы можем только предполагать. Но, скорее всего, то, что иудеи достаточно безропотно принимали вот этих лжепервосвященников. Слово «презрение» — это не от слова «презирать», а то, что Бог перестал наблюдать за этим местом. «И если бы они не были объяты многими грехами, тогда, подобно Илеодору, послан царем-селевком осмотреть сокровищницу, и он лишь только бы вторся, то час был бы наказан и оставил бы свою дерзость. Но Господь избрал не для места народ, а для народа это место. Посему и самое место, сделавшее причастным бывшим народным несчастьем, приобщилось потом к благодеяниям Господа, быв оставленным всемогущим в огне, и опять с умостивлением верховного владыки восстало во всей славе». Отсылка той истории, которая произошла с Илеодором. Илеодор, по повелению предыдущего царя, которого звали Селевк, отправляется в Иерусалимский храм и требует, чтобы его впустили в этот храм, чтобы он собрал деньги, о которых он там услышал, вернее ему передали. И Ония не хочет его пускать, но Илеодор своей властью заходит, является чудесным юношей, его поражает, Илеодор приходит потом в понимание, что он сделал не то, и больше ничего не пытается. Если бы евреи были благочестивы и вели себя так, как вели при вот этом случае с Илеодором несколько лет назад, то ничего бы этого не было. Но евреи такие вот за эти несколько лет измельчали в вере, и поэтому Господь попускает осквернить это место. Итак, Антиох заходит, место оскверняется, но потом оно будет обратно освящено, обратно восстановлено в том положении, в котором было. Итак, Антиох, похитив из храма 1800 талантов, поспешил удалиться в Антиохию, в превозношении сердца, находя возможность сделать землю судоходной и море сухопутной. Ну, здесь давайте остановимся, 1800 талантов. Талант, это почти 26 килограмм, 26 килограмм либо золота, либо серебра. Здесь не уточняется, но, скорее всего, серебро. Вот. И у него такие мысли, которые невозможны. Но вот эта фраза про землю судоходной, а море сухопутной, это вот как бы глупости. Глупости. Антиох Епифан хоть и называется Епифан, на самом деле у него была другая кличка. Другая кличка. Епиман безумный. Между тем он оставил приставников, чтобы угнетать народ. В Иерусалиме Филиппа родом фригийца, драм же человеком еще более жестокого, нежели какого был поставивший его. А в Горизиме Андроника и сверх того Менилая, который превзошел прочую злобую к жителям, имея враждебное расположение гражданам иудейским. Значит, здесь давайте разберемся. В Иерусалиме находится некий Филипп, который еще более жестокий, чем Антиох. Ну, знаете как, а что ж это за зверь такой? Ну, Антиох совсем безумный в своей жестокости. А это еще и более сильный. В Горизиме этого такого города нет. Есть гора Горизим. Под этой горой находится город Сихем, Шхем. Ныне это город Набус. И там же жили самаряне, которым нам известно. Но вот по названию этой горы и Сихем тоже назывался Горизим. Вот. Плюс еще этот Менилай, который лже-первосвященник, который ненавидит иудеев. Он послал виновника нечестия Аполлония с двадцатью двумя тысячам войска, повелел всех взрослых избить, а женщин и продавать. Виновник несчастья это тот, кто вообще всю эту историю заварил. Потому что в предыдущих главах рассказывается, что вот рассказ или там слух о том, что в храме много денег, это как раз прошел вот от этого Аполлония. Грека, естественно. Он же, придя в Иерусалим и притворно охраняя мир, медлил до святого дня субботы. И настигнув иудеев во время покоя, велел своим людям вооружиться. Сверх вышедших на это зрелище он иртвил и, вторвшись в войско в город, избил множество народа. Что там из-за истории? Как вы знаете, в субботу нельзя было работать. И иудеи делали вывод, что нельзя и воевать. Нельзя и воевать. Значит, и вот наступает суббота. Иудеи выходят в город. Они отправляются таким торжественным шествием в храм. И в это время греки, на которых не распространяется закон о субботе, берут оружие и убивают всех, кто идет в храм. Мужчин убивают, женщин и детей продают в рабство. Иудеи не сопротивляются, потому что они думают, что тем самым, если они будут воевать, они нарушат субботу. В дальнейшем выйдет прямо такой указ от религиозных авторитетов, которые скажут, нет, воевать, защищать себя, это то право, которое даже разрешает нарушить субботу. Хорошо. Последний стих пятой главы. Это история, или точнее, вот появляется тот герой, который будет действовать в последующих главах. А Иуда Маковей, десятый в роде своем, удалился в пустыне, жил со своими приверженцами в горах, поподобие зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернением. В этом роде был род, который имел прозвище Хасманеи. В этом роду был человек, у которого было несколько братьев. Этого человека звали Ихуда или Иуда. Имя достаточно распространенное, оно считается ругательным прозвищем, но на самом деле у евреев оно почиталось, потому что одного из проотцов еврейского народа звали Иуда. Кстати, этот праотец, прародитель Господа нашего Иисуса Христа. И вот Иуда, у него несколько братьев, и у него есть прозвище Макаби. Макаби – это молот. Это прозвище ему было дано за смелость. И он как молотом разбивал своих врагов. И вот Макабей, Иуда Макабей, с девятью человеками, а он десятый, бежит в пустыню. Первая книга Макабеев говорит, что бежало много народу, но здесь акцент делается, что бежит как раз Иуда, и всего их десять. Он десятый. Он отправляется в горы, питается травами, чтобы не сделать сопричастливого свернения. Что здесь имеется в виду? Здесь можно как бы два варианта толкования, которые не противоречат друг другу. Первый вариант. Значит, он питается растительной пищей, которая априори является чистой, то есть разрешенной. Потому что нет растений, которые запрещены в пищу в предписаниях книги Левит. Мясо может быть чистым, нечистым, но вот растения в любом случае чистые. И он питается травой вместе с друзьями, чтобы не скверняться, не есть что-то нечистое. А можно понять немножко по-другому. Он бежит в горы, чтобы не стать участником языческих мероприятий. Вот. И поэтому он избегает осквернения. Вот пятая глава, которую мы сейчас прочитали. А мы читали с вами пятую главу второй книги Маковеев. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok